Я понимаю, может быть в своих роликах все кажется таким ванильным и красочным. В школьных вопросах Ростян разруливает все на раз. Но школьником я был далеко не паинькой. В каждой школе были свои приколы и фейлы. И сегодня я расскажу вам еще один случай из моей жизни. Это будет как антипример того, как не стоит поступать. Я надеюсь, вы усвоите мой урок и не наступите на те же грабли. Это именно тот фейл, за который нынче любого школьника без предупреждения могут попереться о школы. Без разборок и предупреждений. Потому слушайте внимательно. Это было в восьмом классе, почти окончание учебного года. И на кону этого события в школе затеяли какой-то сабантуй в виде праздника. Девочки вовсю готовились к выступлению. Репетировали танцы, а мы с пацанами, ну о чем мы. Смотрели на эту движуху и не могли найти себе места от унылости этого зрелища. Урока в тот день не было, а домой, сука, никто не отпускал. Как обычно, в те времена, около полудня, денег в кармане ноль, купить пожрать не за что. И тут откуда ни возьмись. Мой кореш Санек залетает в актовый зал со словами «Пацаны! Смотрите, что у меня есть! Ща будет веселье!» Я заглядываю во внутренний карман его джинсовой куртки, а там, сука, 0,5 водочки. У нас шок, закусить нечем, денег ни у кого нету, а лишь на яблони возле школы виднеются несколько сочненьких яблочек. Далее вы поняли, что нас толкнуло на преступление. 20 минут и тут собралась целая толпа наших одноклассников, желающих ощутить экстрим. Мы отправляемся на школьный стадион, прячемся от школьных глаз в кустах за турниками и начинаем разливать по стаканам водочку. Ни при каких обстоятельствах я вам не советую повторять это на собственной шкуре, ибо последствия могут быть довольно неприятными. Ведь в наше время глупые подростки вроде нас не знали, чем себя развлечь. Изобилия технологий не было, скукота в школе, деревенская жизнь, эх. Водочка разливалась по стаканам, а 40-градусный алкоголь после второй стопки уже слегка туманил голову. На шесть человек мы распили половину бутылки, а яблочки от опьянения ни капельки не помогли. Оставшуюся водку мы спрятали в кустах, а толпой двинули в школу, еще не догадываясь о том, что уже через несколько минут нам будет пиздец. Оказывается, какая-то гнида из нашего класса донесла всю инфу нашей классной руководительнице, которая уже ждала нас при входе в школу. Едва ступив на порог, нас культурно попросили выдохнуть, чтобы нюхнуть нас на алкоголь. Вы спросите, почему же только вас двоих взяли, а не всех толпой? Больше всего классная руководительница ненавидела меня и Саню, и главной ее задачей было унизить нас перед всей школой. Деваться нам, естественно, было некуда. Несло от нас прилично, хотя относительно пьяными мы не были. Нас за шкуру ведут к заучу и начинают, сука, прессовать. Все, ребята, доигрались, пизда. Завтра родители в школу будем решать ваши исключения. Мы прекрасно понимали, что неправы, пытались извиняться, просили пощадить, но от этого школьные шкуры становились еще наглее и уверенней. В общем, мы думали, что это конец. Но тут откуда ни возьмись нарисовалась моя бабушка, которая случайно пришла в школу на это же выступление. Завязываются разговоры, в присутствии преподов начинается разбор полетов. Я рассказал все как есть, но выяснилось очень важная деталь. Оказывается, в тот день уроки для нас закончились, а классная руководительница обманула нас и специально оставила на том же концерте. А получается, что употребляли мы уже не в школьное время. Да, согласен, это ни в коем случае нас не красит, но бабушка не поленилась все это узнать и освободить пацанов из пасти огрозаучей классной руководительницы. Хех, конечно, идя с бабушкой домой, я отхватил знатных пизделей. И в тот день я усвоил жизненный урок. Когда провинился в пределах учебного заведения, манипулировать тобой намного проще. А еще школьники не имеют никакого веса в случае, когда угрожают предками. А уж поверьте, дома получать пиздюлей ой, как не хотелось. Мораль тут такова. Прежде чем переступать черту школьного кодекса, думайте о возможных последствиях. И если даже твердо решили, будьте готовы отвечать за свои поступки. Ну а если более глобально взглянуть на этот вопрос, то в школе важно соблюдать всего три правила. Придерживаться установленной дисциплины на уроке, не хамить, не оскорблять и не провоцировать преподавателя. И обретать знания, которые вы сможете применить на практике в реальной жизни. А остальное полное дерьмо. Я всегда удивлялся, ну почему препод вроде так много знает, а работает, сука, в обоссанной школе за 50 долларов в месяц. А? Ответ очевиден. На словах он лев толстой. А на деле... Куй простой. Всем добра, ребята. И до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok